Здравствуйте, меня зовут Анча Баранова, я профессор школы системной биологии в университете Джорджа Мэйсона в США. Также я главный научный сотрудник медико-генетического центра РАМ и научный директор компании Атлас. Сегодня мы поговорим о коронавирусной футурологии и ее применении к онкологии. Коронавирус SARS-CoV-2 меняет мир на наших глазах. Многие последствия его работы нам еще пока предстоит осознать, а пока мы можем лишь наметить направления, в которых нам еще предстоит собирать в течение ближайших месяцев и даже лет статистику, обрабатывать данные для того, чтобы полностью осознать масштаб трагедии, событий, которые произошли и еще произойдут, и постепенно отыграть наше здоровье назад для каждого индивидуально, а также для общества в целом. Сегодня мы поговорим о видимых и невидимых последствиях коронавирусной инфекции для пациентов, уже диагностированных с теми иными онкологическими заболеваниями, а также для тех, кому еще предстоит заболеть. Я имею в виду заболеть онкологическими заболеваниями, потому что они встречаются крайне часто. Вы помните, что по статистике у нас больше, чем 50% шансов в течение жизни получить какое-то онкологическое заболевание, и даже в это число не включены поверхностные опухоли кожи, которые встречаются еще чаще. Они не включены просто потому, что здесь излечение настигается очень легко и быстро, потому что производится легкая ранняя диагностика. Я говорю о настоящих опухолях, солидных опухолях или же лейкозах. Итак, у нас две основные категории больных, которые могут пострадать в результате коронавирусной инфекции. Те больные, которые уже имеют онкологические диагнозы. Первая из этих категорий – это те, кто в настоящее время проходит химиотерапию. И вторая категория – это больные в ремиссии, которые прошли химиотерапию, но в настоящее время ее не проходят. Вот эти две категории принципиально разные по их степени риска в отношении коронавирусных инфекций. Первые данные по категории, которые находятся на лечении сейчас, появились у нас примерно в середине февраля. Это, разумеется, были данные из Китая. Это не очень большая группа пациентов в данном конкретном случае, но исследование было таким важным, что оно было опубликовано в журнале Lancet Oncology. Здесь у нас просто были оценены факторы риска тяжелой коронавирусной инфекции и вероятность гибели от этого заболевания. Вместе они были собраны в этой категории серьезных осложнений коронавирусной инфекции. Вы видите по этой таблице, что даже по сравнению с такими хорошо известными факторами риска, как гипертония, сахарный диабет 2 типа, ожирение и даже хроническое обструктивное заболевание легких, хоббл, у нас риск у больных, которые в настоящий момент проходят химиотерапию и вдруг они заразились коронавирусом, в этой категории больных риск серьезных нарушений здоровья в результате коронавирусной инфекции гораздо выше, чем во всех остальных группах, которые я назвала. Это была самая первая работа такого рода. Затем появились другие работы, более крупные. Здесь уже группа пациентов значительно больше, и они рассматривали больше, чем один аспект коронавирусной болезни. Вот, например, сейчас в препрентах находится статья, в которой исследованы 283 больных раком, у которых наступила коронавирусная инфекция. Эти больные были разделены на две группы. Первая, которая сейчас проходит химиотерапию, вторая, которая прошла химиотерапию, сейчас находится в состоянии ремиссии. И четко было показано, что эти две группы отличаются по вероятности гибели от коронавируса и также по вероятности развития каких-то серьезных последствий от коронавирусной инфекции. Посмотрите на эти кривые Каплан-Мейер. То есть здесь у нас синяя линия – это больные, которые в ремиссии. Для них смертность от коронавируса практически такая же, как в общей популяции, естественно, с поправкой на возраст и какие-то сопутствующие заболевания. А для тех больных, которые сейчас проходят химиотерапию, встреча с коронавирусом является гораздо более серьезной встречей. И вероятность гибели намного выше. И здесь мы видим кривую, показанную красным цветом. Важно отметить, что вот эти две группы, те, которые сейчас находятся на лечении химиотерапевтическом, и те, которые уже прошли это лечение и находятся в ремиссии, вот эти две группы не являются такой корзиной, состоящей из двух частей. Это не вариант А или вариант В. Между ними, конечно, есть какая-то граница, серая зона. Эта серая зона сколько времени прошло после того, как был пройден последний этап химиотерапии. У нас есть работа, которая сделана не на коронавирусе. Естественно, для этого еще пока просто не прошло достаточно времени. Это на людях, которые подвергались химиотерапии по поводу первичного рака молочной железы. У этих людей были собраны образцы крови, и в образцах крови с помощью проточной цитофлюориметрии были определены различные популяции лимфоцитов, как Т-лимфоцитов, так и Б-лимфоцитов. И было показано, что иммуносупрессивный эффект химиотерапии продолжается вплоть до 9 месяцев после окончания химиотерапии. То есть иммунитет у больных, прошедших химиотерапию, когда-то продолжает оставаться не на оптимальном уровне. Более того, вот этот 9-месячный этап был последний момент, когда эти образцы были собраны. То есть, что происходит за 9-месячным горизонтом, мы просто не знаем. Мы знаем, что по многим параметрам, например, по параметрам содержания клеток памяти, конкретно Д-клетки памяти, нормально как-то восстановились. А вот Б-клетки памяти практически остались на очень низком уровне. И даже через 9 месяцев после химиотерапии они были на значительно более низком уровне, чем они были до химиотерапии. Кроме того, у этих больных также упали титры антител противопневмококковой, против столбнячной иммунизации. В результате химиотерапии эти титры упали значительно и оставались на неоптимальном уровне, в том числе и через 9 месяцев после прохождения химиотерапии. То есть, иммунитет полностью не восстановился. Поэтому, конечно, нужно сейчас проводить исследования больных, которые находятся в ремиссии, больных, излеченных от онкологических заболеваний, по отношению к тому, как протекает коронавирусная инфекция именно у этих групп больных. В группу особого риска попадают больные с лимфопролиферативными заболеваниями. У этих больных было показано, что у них выше шанс заболеть, и также у них выше шанс погибнуть в случае, если они заболели коронавирусной инфекцией. При текущей химиотерапии солидных опухолей вероятность погибнуть от коронавируса при заражении составляет 18%, а больных с лимфопролиферативными заболеваниями и химиотерапией по этому поводу уже 53%. То есть мы видим, что разница здесь огромная. Больные с лимфомами и лейкозами должны точно продолжать беречь себя от коронавирусных инфекций. Эта инфекция совершенно точно им ни к чему. Для больных с онкологическими заболеваниями вакцинация является еще более важной, чем в среднем по популяции. И здесь, конечно, у нас нет никаких данных про коронавирусную вакцину, потому что самой вакцины-то еще нет. Но у нас есть данные про вакцину от гриппа. По этой вакцине у нас накоплена огромная статистика. Так вот, по вакцине от гриппа на крупной группе больных, в которой было больше 26 тысяч человек, это онкобольные, находящиеся в состоянии ремиссии, которые были провакцинированы от гриппа в Канаде в двух сезонах, но чтобы, так сказать, было точно, понятно, что эффект имеет отношение вообще к вакцине от гриппа, а не к какой-то конкретной вакцине конкретного года. Два сезона. Это 2010-2011 и 2015-2016. Всего 26 тысяч больных. И, соответственно, было измерено, сколько из этих больных все-таки заболевают гриппом, несмотря на вакцинацию. В каждой из этих сезонов были проведены все соответствующие нормализации на возраст, сопутствующие заболевания, их активность и так далее. Очень хорошая работа. Работа была опубликована в 2019 году в журнале клинической онкологии. Так вот, было показано, что эффективность вакцинации для больных с солидными опухолями, находящимися в состоянии ремиссии, составляет примерно 25%. То есть для 25% вакцина оказалась эффективной, для 75% неэффективной. В случае с лифомами и лейкозами, даже находящимися в ремиссии, у нас вакцинация вызывала появление нейтрализующих антител против данного штамма гриппа и, собственно, защиты от этого штамма гриппа, только в 8% больных. То есть большинство больных, подавляющее большинство, оказалось незащищенным вакциной. Поэтому, естественно, вот новая коронавирусная вакцина, какая бы она ни появилась, по всей вероятности, должна проходить отдельные испытания в группе больных с ремиссией после того, как им был поставлен диагноз рак и проведена химиотерапия. И особое внимание должно быть уделено группе больных с лимфомами и лейкозами. Показано, что для этой группы больных вакцинация, к сожалению, не приводит к развитию иммунного ответа в большинстве случаев. И более того, в случае гриппа было показано, что инактивированная вакцина еще имеет какие-то шансы на успех, а вот живая вакцина от гриппа полностью противопоказана, потому что она, собственно, у этой группы больных может вызвать само заболевание. Естественно, все это относится к гриппу, не к коронавирусу, но эти данные следует иметь в виду при разработке схемы испытаний коронавирусной вакцины. Более того, у нас имеются и дополнительные риски для тех, кто лечится сейчас. Но основные риски из этих уже отражены, собственно, в тех рисках коронавирусной инфекции, которые мы рассмотрели раньше. Давайте все-таки их перечислим. Дополнительные риски – это повышенный риск инфекции на фоне иммуносупрессии. Даже если у нас нет прямой химиотерапии, у нас часто применяются в течение длительного времени какие-то иммуносупрессирующие агенты, в частности, стероидные препараты и так далее. Также высший риск инфекции на фоне более частого посещения медицинских учреждений, потому что медицинский персонал у нас, к сожалению, является разносчиком коронавируса, это ни для кого не секрет, посещение медицинских учреждений здесь является само по себе фактором риска. Также у больных, у которых уже поставлен диагноз опухоль, высший риск тяжелого течения инфекции при проведении химиотерапии и высший риск гибели от инфекции. И также поэтому из-за того, что у них в настоящий момент проходит химиотерапия от рака, и рак является основным заболеванием, у них высший риск погибнуть, но не быть записанным в категорию коронавирусных больных, которые погибли именно от коронавирусной инфекции, потому что коронавирусная инфекция здесь просто является сопровождающей инфекцией, они также могли бы погибнуть и от других инфекционных заболеваний, просто обычных на того же самого гриппа, или даже там респирторно-синциального вируса, каких-то других вирусов. То есть здесь предохранение коронавирусной инфекции идет в ряду предохранения и от других инфекционных заболеваний тоже. В дополнение к тем рискам, которые я назвала, у нас имеются и пока невидимые риски. Они не прямые, но они тоже должны быть оценены. Они, может быть, менее важны для каждого индивидуального человека, но они крайне важны для общего состояния здоровья в обществе. Потому что у нас есть сейчас больные в ремиссии, которые спасаются от коронавируса тем, что они просто не идут к врачу и пропускают плановые визиты. То есть здесь у нас на уровне популяции может быть какой-то отложенный всплеск. Вот сейчас коронавирус исчезнет полностью, но, тем не менее, через полгода-год у нас может отметиться всплеск каких-то возвратов онкологических заболеваний, просто потому что визиты к онкологу, например, для того, чтобы сдать простатспецифички антигена или какие-то еще другие антигены, показывающие на возвращение заболевания, могут быть, соответственно, пропущены. Плюс пациенты из групп риска, в том числе пожилые пациенты, могут отложить или вообще совсем отменить запланированные визиты к врачу, направленные на проведение каких-то профилактических диагностических действий, ну, например, колоноскопии или маммографии. То есть из-за того, что у нас полипы между колоноскопиями росли не 3 года, а, предположим, 4 года или 5 лет, из-за того, что больные пропустили эти процедуры, боялись заразиться коронавирусом в условиях больницы, соответственно, из-за этого у нас может быть отмечен всплеск каких-то заболеваний онкологических кишечника, например, в отложенном режиме спустя год или больше после того, как коронавирус уже исчезнет. Ну и, наконец, имеются совсем невидимые риски. Ну и, наконец, имеются совсем невидимые риски. Во всем мире, конечно же, проходят клинические испытания различных препаратов противораковых. Этих испытаний зарегистрированы реально тысячи по всему миру. По всему миру происходит карантин или карантинные мероприятия или просто общее снижение активности людей, поэтому они в меньшей степени склонны записываться в какие-то клинические испытания. Те, кто уже в клинических испытаниях, из-за вот этих вот карантинных причин могут перестать посещать врача на регулярные назначенные визиты и, соответственно, выпадать из линейки клинических испытаний. Из-за этого клинические испытания по перспективным препаратам могут быть либо совсем закрыты, либо отложены. Этот перерыв может привести к тому, что данные, полученные в этих клинических испытаниях, будут менее валидные. Ну и самое маленькое, что может произойти, это то, что потребуется набор значительно больших групп, потому что те больные, которые каким-то образом пострадали от коронавируса или нарушили режим своих посещений врача в ходе клинических испытаний, нарушили протокол, они будут цензорированы из датасета вот этих вот клинических испытаний. Сейчас, конечно, уже гораздо более трудно набрать больных. Многие клинические испытания просто приостановлены, хотя обычно компании до последнего борются, чтобы не останавливать протокол. Ну и плюс заболеваемость коронавирусной инфекцией по ходу испытаний препарата, это дополнительный вариабельный параметр, который в лучшем случае может быть учтен путем увеличения общей группы, а в не очень хорошем случае потребует просто полного выброса всех вот этих вот результатов по препарату на помойку, что приведет к тому, что эти испытания должны будут проведены снова. У нас уже потрачены деньги на первые испытания, затем на вторые. Все это окажется потом учтенным в цене препарата, который был испытан в условиях коронавирусной эпидемии. Ну, конечно, нет плохого без хорошего. У нас идет процесс постепенного принятия испытаний в режиме удаленном, то есть когда больные не должны ходить к врачу, например, для того, чтобы сдавать кровь, а к ним на дом приходит медсестра, или даже в лучшем случае они просто сдают сухую каплю крови, биохимические параметры, которые должны быть оценены, они оцениваются в этой сухой капле крови, которая по почте может быть отправлена в какой-то сборный центр, затем включена в анализ этих клинических испытаний. Сейчас у нас вот эти технологии по всей вероятности будут процветать. В конечном счете это приведет к облегчению жизни тех больных, которые все-таки находят силы в себе стать добровольцами для этих испытаний. Меньше людей будет отказываться просто из-за того, что до ближайшего медицинского центра, участвуя еще в клинических испытаниях, ехать слишком далеко. Вот эта транспортная нагрузка на пациента больше падать не будет. Ну вот, пожалуй, все основные моменты, которые я хотела перечислить. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.